Привет всем! Меня зовут Карецкий Сергей и это The Fakty. Вспомните отель, в котором вы останавливались во время последнего своего путешествия. Было ли это просто место для ночлега или, возможно, это был особый опыт погружения в местный колорит, опыт знакомства с дикой природой? Может, это место разожгло ваше воображение и вдохновило вас? И прямо сейчас вы видите 10 самых необычных, красивых и невероятных отелей в мире, которые точно вдохновят вас на путешествие. Погнали! Гостиница в бывшей тюрьме. Нидерланды. В Нидерландах за последние 10 лет количество преступлений значительно сократилось, и поэтому здесь решили соригинальничать и переоборудовать некоторые опустевшие тюрьмы в отеле. Так и появилась гостиница «Домашний арест» в Рурманде. Это бывшая тюрьма 1863 года, камеры которой превратили в шикарные номера люкс. Конечно же, в «Домашнем аресте» есть телевизоры, ресторан изысканной кухни, фитнес-центр, сауна и доступ к Wi-Fi. Здесь можно даже арендовать целый отсек, чтобы провести вечеринку на 200 человек. Гостиница также предлагает костюмы тюремщика, адвоката и судьи. Главное, во время вечеринки не слишком вживаться в роль, чтобы тюрьма снова не стала действующей. Эко-отель «Липрус», Россия, Кабардино-Балкария. Один из самых высокогорных отелей мира, 3912 метров, расположился на южном склоне Эльбруса. Состоит он из нескольких блоков, напоминающих космические капсулы, одновременно в которых может проживать до 40 гостей. Проект создали архитекторы итальянского бюро «Липфактори», построившие подобный отель на горе Монблан в западных Альпах. Для отдыха продуманы все элементы удобного проживания. Полы с подогревом, бесплатный Wi-Fi, панорамные окна в номерах и отдельные отапливаемые помещения для сушки одежды и снаряжения. Отель работает от солнечных батарей, а талый снег используется для водоснабжения комплекса. Провести ночь в сосновом бару, лежа на траве и наблюдая звездное небо, можно и без обязательных атрибутов такой ночевки, если вы выберете этот отель. Здесь гости наслаждаются жизнью в пузырях из прозрачного эластичного материала, который днем не пропускает ультрафиолет, а ночью защищает от насекомых и сырости. Травяной пол – приятное дополнение к комфорту. Форма пузырей поддерживается за счет свежего воздуха, нагнетаемого небольшим бесшумным устройством. Внутри комнат ведут цилиндрические коридоры. По окончании сезона пузыри сдувают. Отель Утер Инн, Швеция Он состоит всего лишь из одной комнаты. Дайта опущена на 3 метра в озеро Мелорен. Из окон номера открывается вид на подводный мир озера. Но проживать здесь долгое время смогут далеко не все. Если вы хотите отдохнуть и убежать от суеты большого города, то Утер Инн к вашим услугам. В номере царит полная тишина, и никто не сможет вас побеспокоить, ведь обитатели глубины не издают никаких звуков. Спокойствие, только спокойствие. Бутик-отель из морских контейнеров. Грузия. В горах Грузии на высоте более 2000 метров построили бутик-отель из морских грузовых контейнеров. Находится он в верхнем Гудаури, примерно в 120 километрах от Белиси. Всего 2 часа на автомобиле, и вы в самом люксовом грузовом контейнере, который только может быть. Бутик-отель – модное название для концептуальных объектов размещения, рассчитанных на небольшое количество постояльцев. Гостиница из морских контейнеров повторяет местный ландшафт, каскадом спускаясь по горному склону. С террас отеля открываются панорамные виды на Кавказские горы. В Куадрум есть стандартные одно- и двухместные комнаты, люксы и номера, рассчитанные на большую компанию. Я надеюсь, что строители надежно закрепили нестандартные комнаты, и они выдержат гостей любой комплектации и с разными темпераментами. Иглу, Финляндия Если вы всю жизнь мечтали увидеть северное сияние, то для этого нет более подходящего места, чем Иглу в Саарисельке. Посетители живут в небольших стеклянных куполообразных постройках, сквозь прозрачные стены которых можно любоваться холодным звездным небом. В каждом таком домике располагается двуспальная кровать и санузел. Но отель открыт только в период полярного сияния, то есть начинается с третьей недели августа и до конца апреля. Три Хотел Швеция, Харац В зеркальном кубе, пристроившемся на деревьях в лесной глуши, отражается все, что его окружает. Лесная глушь, поэтому конструкцию размером 4 на 4 и на 4 метра человеческий глаз не сразу и заметит. А чтобы птицы не врезались, куб укутан инфракрасной пленкой, которую пернатые, в отличие от людей, видят. Весь интерьер из березовой фанеры. Кроме спальни для двоих имеется гостиная, ванная и даже терраса на крыше. В отеле есть и другие удивительные апартаменты в виде НЛО, птичьего гнезда или стрекозы. Для удобства гостей на одном из деревьев сооружена сауна, рассчитанная на восьмерых. Монтана Мэджика Лоудж, Чили, Нельтуме Волшебный горный домик сооружен в биологическом заповеднике Уилло-Вилло. Внешний отель выглядит как вулкан, поросший буйной растительностью и постоянно извергающий воду вместо лавы. Если бы не оконные проемы в несколько ярусов, то коническая конструкция выглядела бы как часть лесного пейзажа. Подвесной мостик на уровне средней части сооружения – единственный способ попасть внутрь. Из некоторых окон открывается вид на настоящий вулкан Мочо Чошу Энко. Комнаты оборудованы ваннами, вырубленными в цельном куске дерева. Пропеллер Исланд Сити Лоудж, Германия, Берлин Берлинский отель Пропеллер Исланд Сити Лоудж – художественный проект немецкого художника Ларса Штросхена, названный в честь фантастического романа Жюля Верна «Плавучий остров». Комнаты необычной гостиницы напоминают воссозданные фантазии и мечты. Постояльцы могут перевоплотиться в средневековых рыцарей, лесных существ, моряков, рок-идолов и даже вампиров. Пространство дополняет визуальные, световые и звуковые эффекты и детали, украшающие интерьеры. Ни один номер этого отеля не похож друг на друга. Здесь можно переночевать в комнате, напоминающей средневековый город, где кровать в виде замка стоит на поле для мини-гольфа, в белоснежном гробу, в окруженном мерцающими зеркалами постели и даже борделе. В одном из номеров гостиницы вся мебель прибита к потолку. Нул Сторн Хотел, Швейцария Единственная звезда – это вы, говорится в слогане отеля. На самом деле у гостиницы нет не только звезд, но и комнат. Вообще, отель представляет собой скорее концептуальный проект, ведь он предлагает гостям только двухспальную кровать и несколько полок с ночниками под открытым небом. Ни дверей, ни стен, ни потолка. Но он точно подарит незабываемые эмоции, ведь по замыслу авторов именно так можно ощутить всю полноту швейцарских альп, оставшись с ними наедине. Главное, чтобы во время вашего единения с природой не началась гроза, поэтому заранее проверьте прогноз погоды, отправляясь в путешествие. Не знаю, как вы, но я просто в восторге от этих мест и с удовольствием бы там побывал. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Если видео понравилось, ставим лайк. Если нет – дизлайк. Но в любом случае, подпишись на канал. Берегите себя и своих близких. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok